ЗАСЫПТЕ ПРОПАСТЬ НЕВЕЖЕСТВО И ВЫ УНИЧТОЖИТЕ ПРИТОН ПРЕСТУПЛЕНИЙ Такой рецепт уничтожения преступности в обществе предлагал Виктор Гюго. Добрый вечер. Правда, был еще один классик, который формулировал коротко Учиться, учиться и учиться. Что получилось из этого, мы с вами прекрасно знаем. Сложная эта вещь образования. Скоро исполнится 125 лет одному из старейших учебных заведений, готовящих педагогов. Московскому государственному педагогическому университету. Сегодня час пик для его ректора. Знакомьтесь, Виктор Леонидович Матросов. Здравствуйте, Виктор Леонидович. Добрый день. Виктор Матросов, 47 лет. Профессор, доктор физико-математических наук. Академик Российской академии образования. В 1972-м с отличием окончил математический факультет МГБИ имени Ленина. После аспирантуры остался преподавать в Альма-Матер. Уже в 28 лет стал деканом математического факультета института, а в 36 был избран ректором. Год назад возглавил совет по педагогическому образованию России. По собственному мнению, человек неконфликтный. Проповедует принцип драться только тогда, когда это необходимо. В подчиненных ценит умение кратко и ясно излагать свою мысль. Отдыхает всегда с семьей. Любит смотреть на огонь и читать исторические книги. Следуя утверждению Бернарда Шоу, что алкоголь очень важная штука, не брезгает рюмкой дагестанского коньяка или бокалом сухого вина. Чтобы не было скучно, вот вам яркий пример вреда педагогического образования. Хотите? Пожалуйста, с удовольствием послушаю. Дважды звание лучшего учителя России, и вы это знаете, выигрывал человек, конкурс официальный, у которого нет педагогического образования. Игорь Агапов. Получается, что педагогическое образование вредит, не имея его, хоть можно рассчитывать на победу в конкурсе на лучший учитель России. Вы знаете, мы очень много знаем ярких личностей в своих областях, и в литературе, и в театральном искусстве, и в музыке, которые не имели профессионального образования регулярного, и тем не менее были выдающимися личностями. Нельзя говорить о престиже профессии учителя, потому что, в общем, это предмет, который не существует. Кто тогда к вам идет? Кого вы там у себя обучаете? Что за люди? К нам идут замечательные девушки и замечательные ребята. И я могу подтвердить это тем, что к нам поступает на многие факультеты от 10 и выше человек на место. Сколько? От 10 и выше. Стоп, когда я поступал, это был популярный вуз тогда, Московский авиационный институт. У нас было, правда, на факультеты радиоэлектроники, у нас было что-то такое, но не больше пяти в любом случае. Да, у нас 18 факультетов, 34 специальности. Значит, разброс очень большой по разным специальностям. Если на физику и на химию, в среднем 3 человека на место. А, это уже ближе к реальности. Я имею в виду факультет иностранного языка, педагогикой психологии, западноевропейской славянской филологии. Так, 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 так. Эти конкурсы очень высокие. Но это означает, что люди, абитуриенты, поступая на эти факультеты, не предполагают все-таки карьеру учителя, правда? Вы знаете... Они идут за образованием. Я скажу вам так. У нас более половины идут в школу. Более половины. Когда-то, когда было обязательное государственное распределение, мы посылали 95% в школу, и они доходили до школы. Но это была жестокая ситуация. Это жестокая ситуация, да. Сейчас идут в школу гораздо меньше. И нас часто за это критикуют, особенно департаментное образование. А правильно критикуют. Вы знаете, я интересовался подобной статистикой в других вузах. В вузах на Западе и в вузах в Японии. 50-60% выпускаемых педагогических факультетов доходят до школ. Понятно, да. Но там несколько другой статус у учителя, как мне кажется, в обществе. Он более защищен и более уважаем. И то там процент невысокий. Понятно, да. Но здесь как раз он, как мне кажется, должен быть выше. Поскольку, с моей точки зрения, учительский труд подобен сейчас труду на поселении. Это насилие. Если без насилия, мне кажется, мы просто не прикроем все школы кадрами. И это сплошь и рядом. Да, но насилие у нас было отменено. Это произошло в 2008 году. А делать-то что? Вот что делать школам, которым не хватает педагогов? Вы знаете, можно открывать новые университеты, новые институты. И мы чем-то поможем решению этого вопроса. Как это произошло, например, в Москве. Но этот вопрос не снимется до тех пор, пока, как вы правильно сказали, социальная защищенность не появится у учителя. И материальная заинтересованность. Ну, понятно. Дальше мы выходим на проблемы. Вот если бы правительство понимало по-настоящему, что грозит будущему России, тогда бы, но так могут заявлять и шахтеры, и музыканты, и художники. Кино так просто вопит уже с правила тризну по себе. И тем не менее, Виктор Степанович Черномырдин, который был у нас 1 сентября на Дне Знаний, в личной беседе сказал, я очень сожалею, что наше учительство пока мы не можем поднять на должный уровень. Виктор Леонидович, знаете, Анна Корнилова, журналист, которая помогала мне готовить эту программу, посетовала, давненько мы не вспоминали Эрнеста Ринана, философа 19 века. Давайте вспомним. Вопрос об образовании, писал он, есть для современных обществ вопрос жизни или смерти. Вопрос, от которого зависит их будущее. Он знал. В Новой России высшая школа долгое время старалась ничего не менять и даже гордилась этим. Да, нам трудно, но обучение у нас по-прежнему бесплатно. Однако, по мере того, как ручеек госфинансирования пересыхал, в постсоветскую высшую школу стыдливо с черного входа начало вползать платное обучение. Получившийся гибрид объединил в себя худшие черты обоих родителей. ВУЗ берет деньги из государства и со студентов, не неся при этом ответственности не перед одним из своих содержателей. Высшая школа перестает быть по-советски общедоступной, но не приобретает при этом западной гибкости и ориентированности на интересы учеников. Борис Жуков, журнал «Итоги», 18 февраля, 1997 год. Виктор Леонидович, в вашем университете обучение платное? В нашем университете, как во всяком государственном ВУЗе, обучение является бесплатным, но при этом мы осуществляем прием где-то порядка 25-30% еще и платное, дополнительно к бесплатному. А вот я иногда так произношу, положите руку на одно место и скажите честно, по качеству продукта, который на выходе, вот этот вот развощокий, развощокая с корочкой с этой, платные потоки, бесплатные потоки, где качество выше, где люди лучше получаются? Я не знаю, где люди лучше, но качество выше все-таки там, где бесплатное обучение. То есть собственное желание важнее денег, важнее возможностей, которые получаешь? Во-первых, огромное значение имеет то, что мы получаем, как мы это получаем на входе. Если на входе идет очень жесткий отбор и экзамены высокого уровня требовательности, то мы получаем и на первом курсе людей совершенно, так сказать, более сильно подготовленных. Если же у нас, скажем, на платном обучении менее высокий уровень требовательности, планка ниже, то и на входе мы получаем ученика менее подготовленных. Понятно, да, это понятно, как бы тут связь-то прямая, очевидная. 125 лет вашему университету, институту, огромная история, и к празднику не хочется о плохом, но все же это то, что точно интересует родителей, дети которых заканчивают 10-11 класс. С появлением платных потоков, курсов, вообще институтов целых, исчезла ли проблема взяток при поступлении в ВУЗ? Как вы считаете? Я думаю, что она в какой-то степени сократилась за счет введения платного обучения. Целиком, наверное, я не знаю, наверное, она не исчезла. Что касается нашего университета, я скажу вам одно. Если я как ректор узнал бы об этом, что какой-то преподаватель этим занимается, он бы у нас не работал. Юрий Николаевич Афанасьев, знаменитый наш ректор историко-архивного, считает, что понятие университет и вступить на экзамены – это несовместимые понятия. Ну, это совершенно... Что нужно принимать всех и потом отсеивать. Я думаю, очень популярная, экстравагантная, я бы сказал, сейчас точка зрения на эти вопросы. Да какая она, побоитесь Бога, это давно существует в мире. Это в мире существует давно, но для российской системы образования это очень большая проблема. Я вам поясню. Мы все павловцы, мы, в общем, по военной схеме и системе давно живем. Давайте мы на наш факультет иностранного языка скажем, приходите все те, кто хочет у нас учиться. Знаете, что произойдет? Мы не сможем переварить ту армию учащихся, которая у нас появится. У нас не хватит ни аудиторного фонда, ни преподавательского состава. Поэтому этот принцип у нас не пройдет. Я не знаю, может быть, в гуманитарном университете Юрия Николаевича, так сказать, возможности материальные повыше, чем у других. Но как вы считаете, есть ли способы, мне кажется, это важно для вас, для нас как родителей, для родителей, вот сейчас сидящих перед экраном, как все-таки конец второго тысячелетия. Может быть, существуют какие-то более современные и тонкие способы отбора, особенно в медицинские вузы, там, где готовят преподаватели. Ведь это люди, от которых, мы не задумываемся над этим часто, но от которых зависит будущее общества. Безусловно, какое образование сейчас, такое будет будущего у нашего общества в дальнейшем. Это известный тезис, и я его полностью поддерживаю. Но мы проводим достаточно емкую работу в этом плане. У нас есть школы. Есть школы аккредитованные, есть школы с педагогическими классами. Таких школ насчитывается 47 плюс аккредитованные 8. И договорные школы, с которыми мы имеем договора, они сдают в мае месяце выпускные экзамены и в июне, как вступительные в наш университет. Наши профессора и преподаватели участвуют в этом процессе приема экзаменов. Мы отбираем уже заранее. И направляются в наш университет люди профессионально ориентированные, те, которые настроены на педагогическую профессию. Спасибо. Да, понятно, практика эта давно существует. Но, в общем, ничего новенького пока не придумали. Не знаю, тесты Люшера на вступительных экзаменах, как дополнительная проверка. Или вот американцы давно с этим, они начали с диспетчеров когда-то, с пилотов и авиадиспетчеров. Потом это пошло повсеместно. И очень сложные по 100, 200, 300 вопросов, тесты на IQ и так далее. Этого вы не применяете. Вы знаете, я вам открою секрет. Ну, он на самом деле известен многим. Так, внимание. На базе нашего университета. Внимание, секрет. Внимание, я настраиваю аудиторию. Секрет. Крупнее план. На базе нашего университета создан центр тестирования Министерством общего и профессионального образования. Вот я попал в точку. Безусловно. Этот центр уже существует третий год фактически. В прошлом учебном году тестирование прошло около 150 тысяч человек по всей России. Не только в Москве, но по всей России. Я вам скажу следующее. Работа исключительно сложная. Как все, что начинается сначала. Можете не говорить. Все понятно. Дальше об этом можно говорить часами. Об этом тестировании. И здесь мы много делаем для разработки новых тестов. Сейчас стоит вопрос в связи с принятием реформы образования, в том числе и высшего. О том, чтобы этот опыт распространить и создать центр национального тестирования или контроля и качества. Как правительство решит, им виднее, так сказать. Я не решаю эти вопросы. Но мы активно работаем в этом направлении. На содержательном уровне. Хорошо. И организационном тоже. А может быть сейчас я опять попаду куда-нибудь пальцем в небо. Нужна ли лицензия на педагогическую деятельность? Как вы думаете? Я считаю, что нужна. Все-таки, вот вы знаете, в последнее время очень много создано учебных заведений и среднего типа, и высших учебных заведений, которые получали или стараются получить лицензию на ведение образовательной деятельности. И очень много здесь нареканий в плане качества и уровня преподавания и получения образования в этих учебных заведениях. Хорошо. Спасибо. Среднее образование у нас обязательное. Ну и почти во всем мире обязательное. Может быть потому, что среднее. У некоторых детей настолько укоренилась неприязнь к школе и ко всему, что ассоциируется с ней, что уже не столь важно, отлынивает ли он от школы или посещает занятия. Она принимает форму повторяемых протестов, как скучная школа, глупые сентиментальные училки, поганая физика, химия и все, что стоит в расписании. Неудивительно, что подобное отношение всегда отражается на качестве учебы. Учителя отзываются о ребенке как о ленивом ученике. И вскоре становится ясно, что им гораздо приятнее видеть его спину. Дэвид Фонтана из книги «Ваш ребенок растет». Вот будущая весна. Вы, наверное, знаете многих из своих студентов. Как вы думаете, сколько человек вот с этими корочками действительно хорошие педагоги? Сколько вы в будущем году выпустите хороших педагогов? Я считаю, что как минимум те, которые пойдут сами самостоятельно по своему желанию в школу. Сколько? Это вопрос сложный, если численно говорить. Численно? Вы математик, в конце концов. Знаете, я вам отвечу так на этот вопрос. Педагогам становится хорошим не сразу. Вот вышел он из нашего университета, и вы знаете, это уже выдающийся педагог со сложившейся системой взглядов, с опытом и так далее. Он должен пройти хорошую жизненную школьную обкатку. После этого можно говорить, сколько будет педагогов. А вы знаете, когда вы сказали, что я знаю всех студентов, я вам скажу честно, я всех студентов не могу знать. У нас учатся ровно столько студентов, сколько учились 125 лет назад студентов во всей России в 9 университетах, которые были тогда. 14 тысяч. Ну и страна побольше стала, и население побольше. И главная тяга к образованию совсем другая, она гораздо выше. Хорошо. Я вам хочу пожелать, мы заканчиваем эфир, я вам хочу пожелать, чтобы хотя бы 10-15 из огромного количества ваших выпускников следующего года могли через какое-то время назвать себя, или люди могли их назвать замечательными педагогами. Потому что я лично верю, что только от человека к человеку, и больше никак, никакими методиками и никакими книгами. Это был час-пик для ректора Московского государственного педагогического университета Виктора Матросова. Я вас поздравляю со 125-летием и желаю вам, ну простите, всяческих успехов. Спасибо. Позвольте мне поблагодарить вас и поздравить всех членов моего коллектива, нашего университета огромного с наступающим юбилеем, с нашим замечательным праздником. Пожелать успехов, удачи, хорошего здоровья и всего наилучшего. И хороших студентов. Всего вам доброго. Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ.